Безалкогольные напитки? Сок? Молоко? Думаю, пиво подойдет. Пиво варят 180 различными способами. Это самый потребляемый алкогольный напиток в мире. Чехи, которые выпивают по 160 литров пива на человека в год, являются мировыми лидерами по потреблению. Американцы выпивают в половину меньше, а канадцы сильно отстают, потребляя всего 71 литр. Одна из популярных марок пива – Кольт 45. Маркируется как солодовый ликер, потому что содержание алкоголя в нем вдвое выше, чем у некоторых видов пива. Оно появилось на рынке в 1963 году и было названо Кольт 45, чтобы подчеркнуть превосходство марки и напомнить потребителям о пистолете. Шекспир говорил, что кварта-эля – это блюдо для королей. Но справедливо ли расхожее выражение британцев? Пиво само по себе уже блюдо. Гиннес, например, настолько богат минеральными веществами, что, говорят, он способен удовлетворить основные потребности человека в питательных веществах. Но они ошибаются. На самом деле, чтобы поддерживать человека в форме, достаточно одного стакана апельсинового сока, двух стаканов молока и 47 бутылок Гиннеса. Каждый год открывается 300 миллиардов бутылок пива. Ими можно было бы заполнить 6 миллионов грузовиков, которые, если выстроить их в ряд, дважды обогнули бы земной шар. Космос. Финальная граница. Для пивоварения? НАСА занялось этим в 80-х годах. Во имя науки, разумеется. Что происходит с карбонизацией в условиях невесомости? Поднимутся ли пузырьки к поверхности? В космосе проводились эксперименты, в которых смешивали все ингредиенты пива и пытались вызвать процесс дрожжевания. Оказалось, что в этом образце пива было меньше дрожжей, что в сопоставимом количестве на Земле. Но содержание алкоголя было чуть выше, что позволяет предположить, что пивные дрожжи значительно лучше действуют в космосе. Но на самом деле до сих пор остается еще одна проблема. Как это пиво пить? В условиях невесомости пузырьки не поднимаются, поэтому распространение газированных напитков может привести к образованию пены. Не полагаясь на догадки, компания «Кока-Кола» изобрела машину, позволяющую изготавливать колу в космосе. Они сделали разъемную бутылку внутри герметичной емкости. Эта бутылка была прикреплена к диспенсеру, чтобы газированный напиток или «Кока» попадало непосредственно в бутылку. Можно было пить «Кока-Колу», и пузырьки возникали только на языке. Вкус «Кока-Колы» никогда не надоедает. Всегда освежает. Вот почему от колы за колой все становится только лучше. Так как в новом ковчеге колы не было, он взял с собой немного пива. Это самый древний газированный напиток, которым наслаждаются уже много тысяч лет. В Египте рабам выдавали ежедневную норму. Это были небольшие порции. Естественно, чтобы все продолжали держать себя в руках, поскольку воздействие пива на сознание не осталось незамеченным. Почему мужчины выпивают больше женщин, прежде чем почувствуют эффект? У доктора Фенстера есть ответ. Есть две основные причины, почему при одинаковой дозе алкоголя, при равной массе тела, женщины пьянеют быстрее мужчин. Во-первых, в организме женщин меньше воды, а значит, нечем разжижать употребляемый алкоголь. Во-вторых, и это самое важное, у женщин ниже уровень алкоголь-дегидрогеназы, первичного фермента, отвечающего за расщепление алкоголя. В результате больше алкоголя попадает прямо в кровоток. В этом все объяснение. Знаток пива может сказать, что в отличие от вина с возрастом, пиво не становится лучше. Оно чувствительно к ультрафиолету, так же, как наши танцоры. Хмель используется для придания пиву горьковатого привкуса и аромата. Когда на бутылку пива попадает солнечный свет, молекулы, происходящие из хмеля, распадаются на сернистые соединения, придавая пиву неприятный запах. Эта химическая реакция – большая проблема для пивоварен Слимана, с которой они давно борются. Пиво Слиман отличается тем, что разливается в светлые бутылки. Эд Маккалум – национальный директор по пивоварению и развитию. Обычно пивные бутылки бывают янтарного или коричневого цвета. Это делается для того, чтобы защитить пиво от ультрафиолетового излучения. Темные бутылки задерживают до 80% ультрафиолета. Тем не менее, если выставить темную бутылку на солнце, пиво все равно приобретет неприятный запах. Но в прозрачной бутылке это происходит значительно быстрее. Пиво традиционно разливается в такие бутылки со времен прапрапрадета Джона Слимана. И все эти годы они служили главным рекламным ходом компании. Как прозрачные бутылки Слимана защищают содержимое от появления неприятного запаха? После разлива бутылки быстро помещают в картонные коробки. Рабочие заводы не используют прорезанные ручки, при помощи которых потребителям удобно нести коробки. Благодаря этому свет не проникает внутрь. Быстрая и эффективная доставка с завода в магазины тоже играет свою роль. Очень важно соблюдать условия хранения пива, не подвергать воздействию солнечного света, пить, когда оно свежее и охлажденное, и правильно хранить. И оно всегда будет вашим лучшим другом. С рекламой покончено. Однако у вас неизбежно останется множество пустой тары. Для одного техастца тара оказалась источником вдохновения. Джон Милкович вывел понятие повторное использование на уровень, построив из пустых банок дом. На это у него ушло 18 лет, 40 тысяч пивных банок и несколько тысяч бутылок. Похоже, алкоголь раскрывает творческую сторону в людях. Эти цветные картинки – молекулы пива Джина и Амарета, увеличенные в 50 тысяч раз. И правило номер 94. Умей вовремя остановиться. В Англии пиво пили пинтами или квартами. И когда клиент чересчур набирался, бармен говорил ему, что пора остановиться. Дословно, помни о пинтах и квартах. Умей вовремя остановиться. В скучных и однообразных заботах существования кое-что остается совершенно уникальным опытом. Некоторые люди в восторге от охлажденного пива. Но сотрудники университета Торонто заметили, что для определенных видов насекомых интерес представляют пустые бутылки. Я профессор зоологии. Занимаюсь исследованием репродуктивной функции насекомых. В частности, меня интересует эволюция полового поведения. Я использую некоторые идеи Дарвина о сексуальном отборе, чтобы понять поведение животных. Мы работаем преимущественно с кузнечиками и сверчками, и представителями этой группы насекомых. Мы с одним коллегой, который работает в музее, просто ловили кузнечиков и сверчков для музея. Однажды утром мы отдыхали после завтрака, прогуливались по дороге и увидели пустые бутылки, выброшенные из машин. Около бутылок были жуки, которые пытались с ними спариться. Было очевидно, что они пытались спариться с бутылками. И мы после нескольких минут наблюдения сделали вывод, что это самцы, которые пытаются спариться с бутылками. Так было почти с каждой бутылкой, которую мы видели. Вдоль дороги мы насчитали десятки бутылок, и рядом с каждой было по жуку. То есть с каждой бутылкой пытался спариться какой-то самец жука. Нам стало интересно, что происходит. Мы стали проверять, что может провоцировать некоторых жуков на такое поведение. Мы подумали, может быть, их привлекают остатки пива. Но мы промыли бутылки и отказались от этой идеи. Потом мы обратили внимание на факт, что и жуки и бутылки коричневого цвета, и сделали вывод, что, возможно, их привлекает свет. И, вероятно, они принимают бутылки за самок. То есть они пытались спариться из-за цвета. А кроме того, у основания пивных бутылок, около донышка, есть ряд маленьких выемок, напоминающих узор на спинках самок. И мы предположили, что самцов привлекает сочетание шероховатости и цвета. Мы исходили из того соображения, что у большинства видов животных самцы очень активны, и они конкурируют. Самки, напротив, избирательны относительно того, с кем спариваться. Нам показалось, что это вполне укладывается в общую теорию о том, что самцы, будучи столь активными и обладая большим желанием спариваться, иногда делают просто ошибки. Мы видим классический пример мужского образа мышления, или, по крайней мере, заблуждение, что пивная бутылка на самом деле самка. Существует ряд примеров того, что самцы делают странные ошибки в том, что касается спаривания. Например, лягушки хватаются за палец ученого-биолога. Все это примеры такого поведения, но, насколько мне известно, других не существует. Наиболее близкая параллель, которую я могу провести, и это немного грубовато, мне рассказала знакомая медсестра из Западной Австралии. Когда я рассказал ей про жуков и про бутылки, она вспомнила про одного пациента, который к ним поступил, если говорить несказательно, застряв в бутылке из-под молока. Это что касается людей, но я бы не стал делать серьезные выводы, исходя из этого случая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!